Эта лекция посвящена основным сухопутным водоемам рекам и озерам ручьи и реки проточные водоемы покрывают практически всю поверхность суши отдельные реки и ручьи впадают друг друга образуют крупные речные системы служащие важным местообитанием для самых разных пресноводных гидробионтов в геологическом масштабе времени речные системы крайне динамичны вода постоянно размывает берега формируют речные долины откладывает осадки там где течение реки замедляется и облик речной системы постоянно меняется если вода в реке или ручья течет под значительным уклоном так бывает в горах а на равнинах в оврагах то формируется узкой каньон или овраг с достаточно крутыми склонами по дну которого идет русло реки его направление обусловлено в основном уклоном местности на равнинах где общий уклон невелик реки формируют обширные речные долины облик которых постоянно меняется в пределах речной долины можно выделить русло реки участок по которому вода течет на протяжении всего года и пойму часть речной долины которая заполняется водой во время половодий и паводков в наших широтах например во время весеннего таяния снегов а затем когда уровень реки падает осушается грунт который постепенно откладывается во время разливов рек заполняет пойму и у пологих берегов реки обычно формируются при русловые валы возбушение где отложение частиц идет особенно интенсивно в большинстве речных долин можно наблюдать несколько речных террас которые сформировались ранее до того как речная долина стала глубже на воду которая движется в реке действует сила кариолиса которая вызывает смещение воды к одному из берегов в частности в северном полушарии вода в реке смещается к правому берегу из-за этого река размывает берега неравномерно и формируют многочисленные на равнине и формируют многочисленные петли которые называются меандрами с течением времени петли меандров увеличиваются через некоторое время петля меандра спрямляется и в результате во речной долине формируются очень характерные пойменные водоемы под клообразной формы называемые старицами сначала река спрямляет русло формируя два рукава затем в основании в начале и в конце рукава активно откладывается грунт и рукав превращается в замкнутую старицу старицы и другие пойменные водоемы соединяются с основным руслом реки во время половодий и поэтому в них присутствуют как элементы речной фауны так и формы которые приурочены исключительно к стоячим водоему в пределах распределения глубин в пределах реки на равнине тоже неравномерно у размываемых высоких берегов формируются глубоководные участки называемые плёсами с довольно глубокими омутами вода которая движется над глубокими участками течет медленнее и поэтому в плёсах откладываются мелкие взвешенные частицы на берегу низком в его выпуклой части постоянно идёт отложение взвешенного материала формируются низкие пляжи и отмели которые постепенно смещаются к центру реки вот в промежутках между изгибами формируются перекаты для которых характерна небольшая глубина поэтому вода движется там с большей скоростью вымывает мелкие частицы на перекатах остаются по большей части камни разного размера формируется каменистый грунт и таким образом в пределах даже относительно небольших участков речной системы возникают условия для обитания совершенно разных сообществ течение оказывает существенное воздействие на водных беспозвоночных водных обитателей в первую очередь течение особенно если оно достаточно быстрое оказывает на животных механическое воздействие стремится оторвать их от субстратов и унести никакие беспозвоночные не способны двигаться в реках и ручьях против сколько-нибудь быстрого течения и течение препятствует расселению беспозвоночных вверх по речной системе благодаря течению в реке выравнивается температура водной толщи за счет турбулентности масса воды в реке и ручья постоянно перемешивается и за счет этого также во всей водной толще создается благоприятный кислородный режим речная вода несет большое количество взвешенных частиц в том числе частиц дентритов фитопланктон и так далее и поскольку вода уже движется обитатели рек получают возможность питаться путем пассивной фильтрации то есть формировать какие-то фильтрационные структуры размещать их на течении не тратя энергии на то чтобы создавать токи воды самим организм которые обитают в реках и приспособлены к обитанию у них называются реофильными и в целом у реофильных организмов есть целый ряд общих адаптаций у них уплощенная обтекаемая форма тела которая уменьшает по собственному уменьшению давление воды часто имеются специализированные органы прикрепления например личинок мошки имеются прикрепительные диски у других личинок насекомых могут иметься присоски разного рода ключи у реофильных личинок насекомых и в меньшей степени ракообразных очень характерное строение грудных ног у них очень массивные бедра которые позволяют животному удерживаться на субстрате головой вперед и подтягивать тело вперед против течения обитающие на быстром течении беспозвоночные они обычно располагаются на субстрате головой вперед и течение прижимает уплощенное животное к поверхности субстрата а не отрывает его большая часть реофильных организмов избегает участков с наиболее быстрым течением живет например на камнях с нижней стороны и в других убежищах где течение замедляется многие реофильные организмы не плавают хотя их сородичи обитающие стоячих водоемах плавать вполне способны или если они способны плавать они плавают весьма неохотно реофильные организмы весьма требовательны к содержанию кислорода они обитают во наиболее благоприятных с этой точки зрения условиях и при понижении концентрации кислорода довольно быстро погибают наиболее выражены реофильные адаптации у обитателей каменистого грунта реки речных перекатов там где течение имеет максимальную скорость в то же время в глубоких участках на иллистом и песчаном дне обычно обитает речная фауна уже без выраженных реофильных адаптаций основной водоем стоящего водоема это озеро как и реки озера крайне сильно различаются по размеру озеро представляет собой сравнительно постоянный объем воды которая заполняет понижение рельефа озерную котловину в пределах озера достаточной глубины озера средних больших размеров можно выделить прибрежную зону или литераль нижняя граница которой определяется точкой эффективного фотосинтеза ниже литерали уже не проникает такое количество света которое достаточно для фотосинтеза на литерале обычно поселяются но не всегда поселяются водные растения в том числе высшая водная растительность за пределами литерали лежит пелагическая часть озера пелагиаль которая делится на две зоны лимническая зона это зона фатическая здесь фитопланктон способен фотосинтезировать а глубже лежит профундальная зона куда свет в достаточном количестве уже не проникает если озеро существует достаточное время то обычно в озерной котловине формирует имеется подводная терраса которая сформировалась за счет размывания берегов при валдении затем имеется свал участок где понижение глубины резко увеличивается и котел самая глубокая часть профундальной зоны если в озере развивается водная растительность то часто наблюдается выраженное ее зонирование имеется зона возвышающихся макроофитов затем зона растений с плавающими листьями и ниже зона погруженных макроофитов на меньших глубинах обычно обитают высшие растения как интердесты а на максимальных глубинах водоросли например хоровые зоны что протяженность и максимальная глубина литеральной зоны сильно зависит от прозрачности воды в озере если вода по тем или иным причинам достаточно мутная то глубина эффективного фотосинтеза глубина на которой эффективный фотосинтез возможен будет сравнительно невелика наоборот в крупных прозрачных озерах литеральная зона растирается на 10 и более метров глубину довольно часто в крупных озерах мы наблюдаем открытую литераль это например литераль ладожского озера песчано-каменистая открытая литераль возникает там где регулярно наблюдается сильное прибойное воздействие не позволяющие развиваться высшим водным растениям в летний период наших широтах в достаточно крупных озерах создается постоянная термальная стратификация в озере возникают три устойчивых водных массы это эпилемнион верхняя теплая водная масса с сравнительно выровненной температурой постоянство выровненность температуры в эпилемнионе поддерживается за счет ветрового перемешивания под эпилемнионом лежит зона температурного скачка металлимнион который еще называются термоклином в ней температура воды резко падает и следовательно ее плотность резко увеличивается поэтому сил ветрового перемешивания уже будет недостаточно для того чтобы эту водную массу перемешать а ниже металлимниона лежит гиполимнион в котором температура воды близка четырем градусам цельсия то есть температуре при которой вода имеет максимальную плотность для того чтобы сформировалась постоянная термальная стратификация озеро должно быть достаточно глубоким в озерах глубина которых составляет всего несколько метров устойчивые стратификации не формируются поскольку в сильные ветреные дни энергия ветра оказывается достаточно для того чтобы перемешать всю водную массу озера ветер гонит воду от одного края озера к другому и вызывает циркуляцию осенью термальная стратификация исчезает поверхностная вода охлаждается и становится тяжелее погружается и вся водная масса в осенний период перемешивается зимой когда озеро замерзает в нем устанавливается обратная температурная стратификация в наиболее глубокой части температура воды опять близка к температуре максимальной плотности к 4 градусам а подо льдом ее температура минимальна и близка к точке замерзания когда формируется термальная стратификация то верхняя средняя и нижняя водные массы оказываются изолированными друг от друга и в частности между ними не происходит эффективного транспорта кислорода и эффективного транспорта например биогенных элементов необходимых для роста водорослей весной опять происходит полное перемешивание всей воды в озере водоем которые организмы которые обитают в стоячих водоемах называются стагнофильными и у них довольно сложно найти какие-то выраженные именно морфологические адаптации к жизни стоячих водоемах эти организмы однако часто имеют различные физиологические адаптации которые позволяют им существовать в условиях недостатка кислорода который возникает часто в стоячих водоемах особенно на значительных глубинах в озерах обитает много вторично водных форм которые сохранили дыхание атмосферным воздухом в реках на быстром течении по понятным причинам такие животные жить не могут поскольку сильного направленного движения воды в озерах нет то водные донные беспозвоночные часто активно и хорошо плавают на открытой литерале крупных озер создаются условия которые напоминают условия обитания в реках хотя направленного движения воды нет прибойное воздействие оказывает на организм и схожие воздействия т перемешивает воду и обеспечивает благоприятный кислородный режим поэтому на открытый литерале озер особенно на озер олиготрофных можно встретить самых разных представителей реофильной фауны например личин квестнянок озера традиционно классифицируют по тропности по переводить на русский по кормности по уровню первичной продукции который напрямую замесит от поступления в озеро биогенных элементов для водной биоты для водной растительности и фитопланктона лимитирующими элементами являются азот и фосфор озера дефицитные по этим элементам называются олиготрофными олиготрофные озера обычно формируются в регионах с бедными почвами в горных регионах там где с поверхностным стоком во озеро поступает только очень небольшое количество биогенных элементов ну вот это например озеро олиготрофные малый вудьяво в хибинах видно что и бассейн столько у него маленький и большая часть его образована просто скалами из которых большое количество биогенных элементов добыть добыть невозможно олиготрофные озера обычно имеют весьма прозрачную воду и с эстетической точки зрения они наиболее красивы поскольку в олиготрофные озера поступает небольшое количество биогенных элементов фитопланктон в них развивается слабо прибрежные макрофиты тоже развиты слабо или могут полностью отсутствовать вода в озере прозрачная из-за того что первичная продукция в озере мало все органическое вещество в нем окисляется кислородом во всей озерной толще наблюдается благоприятный кислородный режим поэтому в озерной котловине практически не откладывается органических лов озеро не заиливается поскольку первичная продукция мало то в этих озерах биомасса планктона и бентуса невелика и продуктивность ихтиофауны тоже оказывается сравнительно небольшой противоположным типом озер являются эвтрофные озера в которых поступает большое количество биогенных элементов эвтрофные озера располагаются в первую очередь на равнинах они окружены плодородными почвами и сравнительно мелководными вот здесь на карте мы видим одно глубокое олиготрофное озеро это озеро фуксянь в юнане а рядом с ним расположено мелкое эвтрофное озеро и видно что эти озера различаются даже по цвету воды при глядь на спутниковую фотографию в эвтрофных озерах чрезвычайно высока продуктивность фитопланктона высокая первичная продукция из-за этого вода имеет зеленоватый коричневый оттенок или коричневый оттенок в летний период в эвтрофных озерах наблюдается так называемое цветение воды массовое развитие фитопланктона прибрежная растительность также у них весьма обильно из-за высокой первичной продукции в пелагеале идет активное накопление органических веществ в озерной котловине на литерале откладываются в большом количестве растительные остатки формируются торфянистые грунты о кислородах содержащегося в водной толще не хватает на то чтобы окислить всю органику и в профундале таких озер в летний период над элистым грунтом часто наблюдается существенный дефицит кислорода в зимний период в эвтрофных водоемах могут случаться заморы о массовой гибель рыбы от недостатка кислорода во вторичная продукция продукция планктона бентоса и ихтиофауны в эвтрофных озерах естественного происхождения также весьма велика и часто они служат объектами промышленного рыболовства озера с умеренным содержанием биогенных элементов называют мезоотрофными они совмещают червь отдельные черты олиготрофных и эвтрофных озер в частности с одной стороны в них бывает весеннее цветение воды как в озерах эвтрофных с другой стороны у них сохраняется достаточно благоприятный кислородный режим на протяжении всего года еще один тип озер это озера дистрофные они возникают в зоне верховых болот они имеют преимущественно дождевое питание поэтому вода в них бедна биогенными элементами и очень слабо минерализована концентрации кальция например в них очень невелики но она оказывается насыщена гуминовыми кислотами возникающими при разложении в первую очередь сфагнума вода в них темно-коричневая имеет цвет такого жидкого чая и в них достаточно высокая кислотность ph порядка трех с половиной четырех первичная продукция в дистрофных озерах очень невелика и в жизни местные биоты важную роль играет поступление органики с суши в первую очередь в виде пыльцы различных витроопыляемых растений поскольку вода в них кислая и еще при этом слабо минерализованная в них не обитают беспозвоночные с известковым скелетом десятиногие раки или моллюски фауна насекомых ракообразных клавраток представлена специализированными формами которые в водоемах нейтральной или щелочной реакцией не встречаются кроме озер пресных на планете имеется большое количество озер соленых и солоноватых которые можно поделить на две группы первая группа это озера которые отделились от мирового океана в результате тектонических процессов сравнить недавно в них сохраняется морской тип солености доминирующей солью является хлорид натрия и в них сохраняются элементы морской фауны самый яркий пример такого озера это Каспийское море которое нельзя считать настоящим морем поскольку он не соединен с мировым океаном в нем продолжают обитать морские рыбы морские по происхождению полихеты двустворки ракообразные встречаются разнообразные кишечно-полосные второй тип соленых озер это так называемая аталасо-галинные озера то есть если буквально переводить озера с не морской соленостью это бесточные озера формирующиеся в засушливых регионах основными солями в таких озерах являются сульфаты карбонаты кальция и магния и соленость в них может достигать 200 граммах на литр 200 промилле в то время как океаническая соленость порядка 35 промилле соль и соль и в соль в и соль и соль белые берега. Если озеро просто солоноватые, то обычно такого не происходит. В фауне таких озер преобладают специализированные формы ракообразных и насекомых, а, например, моллюски в соленых озерах не встречаются. С геологической точки зрения большая часть озер недолговечные водоемы. Их срок существования составляет десятки или сотни тысячелетий. На территории Среднерусской равнины все озера очень молодые, потому что сформировались только после отступления ледника. Но на планете есть несколько древних реликтовых озер, имеющих возраст более миллиона лет. Обычно они достаточно крупные и весьма глубокие. Они должны быть глубокими, иначе их котловина заполнилась бы осадочными породами. Благодаря стабильным условиям, большим размерам богатства экологических ниш в реликтовых озерах формируется эндемичная фауна, представители которой нигде за пределами этого озера не встречаются. Самое известное из древних реликтовых озер это Байкал, в котором, вы знаете, имеется очень большое количество эндемичных организмов. Основные группы животных, которые дают эндемичных представителей в реликтовых озерах, это моллюски, рыбы и ракообразные в Байкале, поскольку это озеро олиготрофное с весьма прозрачной водой. Еще одной важной группой эндемиков фельдеряются губки, в тканях которых обитают симбиотические водоросли. На этом все. Хочу обратить внимание, что есть отдельные презентации, которые посвящены болотам, временным водоемам и эстуариям.